А в этом ролике послушайте анекдоты про КамАЗ, если вдруг вы их еще не слышали. Сайт Мир Анекдотов, анекдотов мир.ру, одно время водил КамАЗ. Делали дорогу в одном селе. Под вечер всей бригадой ужрались в усмерть, но показалось мало. Один смельчак сообразил, что ментов в селе всего ничего и рванул на точку. Привес все нормально и говорит, что-то люди тут боязкие, как я мимо проезжаю, так они свет тушат. Да странновато. Вышли покурить, воздухом подышать, смотрим, а у этого красавца на КамАЗе кузов поднятый и куча проводов на нем. В деревне провода низко висят он своим кузовом их просто пообрывал. Уходит на пенсию дальнобойщик и друзья ему дарят кабину от КамАЗа. Через год приезжают в гости, он счастлив, жена сияет. У нее спрашивают, ну как? Спасибо за подарок, жизнь прожила, а такого удовольствия, как в кабине, никогда не получала. Только одно плохо, каждое утро он открывает дверь со словами, пошла на хай и кратко отсюда. ХТТПС двоеточие слеж 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 анекдоты точка ру слеж про КамАЗ слеж. Ты че такой мрачный? Да ты че не знаешь? Петрович умер, да ты че? Как? Да пришел домой, выпил, лег на диван, закурил. Че, сгорел, что ли? Да не. Успел он окно открыть и в форточку прыгнуть. Че разбился что ли? Да не. Он перед тем как прыгать успел пожарных вызвать, они тент успели натянуть, он спруженил неудачно и опять в окно влетел. Да ебт, че все таки сгорел. Да не. Он за раму зацепился и обратно сиганул, да не. Че разбился все таки что ли? Да не. Там же пожарники с тентом, он спруженил и на проезжую часть, а там КамАЗ тентованный шел. Он отскочил от него и обратно в окно, да ебт. Как погиб то. Запятая да. Пристрелили. Задолбал он всех. хттпс двоеточие слеж 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 всешуточки точка ру слеж анекдоты про милицейская сводка. Два автомобиля КамАЗ, груженные автомобилями ВАЗ, были угнаны вчера с платформы автомобиля БелАЗ. КамАЗ прет по трассе на бешеной скорости. А тут старая немощная бабулька пытается перейти дорогу. Водитель орет, бабушка, бабушка, бабушка. Естественно происходит удар. Водила выходит из кабины, растирает все это по лобовому стеклу и приговаривает. Ментам скажу, что наклейка. Пара новых русских ехала куда-то по своим делам. Ясное дело, на шестисотом мерине. Не повезло братанам, колесо прокололи. Вот встали они у лисочка на обочине дороги и стали его менять. А тут рядом останавливается КамАЗ. Вылезает из него водила с солидной такой монтировкой. Лупит ею по лобовому стеклу и говорит, что, мужики, небось новых русских стопорнули. Колеса у них снимайте. Так этим козлам и надо. А я тогда магнитофончик заберу. Решил как-то британский парламент утвердить в Англии правостороннее движение. Издали указ, а англичанам насрать, как ездили по левой стороне, так и ездят. Консерваторы, понимаешь? Ну, парламент разослал депеши во все страны с правым движением. Типа, совета спросить. Германия предложила постепенную переподготовку водителей в течение пяти лет. Франция обязалась сделать это за три года. Америка за год. Пришел ответ из России. Наши пообещали за одну неделю перевести всю страну на правостороннее движение. Для этого предлагалось паромами переправить в Англию 500 КамАЗов с российскими водителями и пустить их на неделю по дорогам страны. хттпс-двоеточие слеж-слеж-слеж-даблую-даблую-даблую точка анекдотовмир.ру Российский КамАЗ выиграл Париж-Дакар. Решено в следующий раз отправить его на чемпионат мира по футболу и Евровидению. хттпс-двоеточие слеж-слеж-всешуточки.ру слеж-анекдоты про, пособие по экстремальной любви. КамАЗ с утра. Врезался Запорожец в КамАЗ. Но тут сразу гаишник подоспел и спрашивает у водителя-запорожца. Вы сколько времени за рулем? Да две недели. Думал, проскочу. Подходит к водителю КамАЗа. А вы, сколько времени за рулем? Десять лет, у меня хрен проскочишь. хттпс-двоеточие слеж-слеж-анекдоты.ру слеж-прокамАЗ слеж-паги слеж-два слеж. Чукчи подарили КамАЗ. Вскоре спрашивают, мол, как? Все хорошо, на сяльник, тепло, светло, уютно. Вот только собаки быстро устают, значит, решили в порядке эксперимента поменяться машинами наши иностранцы. К нам пошла партия Опелей, а к ним, КамАЗы. Через пару лет. Наши, Опель, хреновая техника. Два года, и машины нет. Иностранцы, КамАЗ, хреновая техника. Два года, и дороги нет. Занавес. Едет майор-летчик, пилот Су-27, по Москве на своей новенькой Семерке. Задремал же рулем, глаза открывает, впереди задница КамАЗа. И вот-вот ДТП произойдет. Стиснув зубы, летчик вдавливает педаль газа в полу, тянет руль на себя. Ты бы поменял свою жену на двух женщин? Нет. Красивых. ХМ. Нет. А на трех. Тоже нет. А красивых? Ну. Нет. А на четырех? Нет. А четырех красивых? Нет. А на КамАЗ? А КамАЗ красивый. Гаишники останавливают КамАЗ на трассе. Разберемся здесь или до поста проедем? Из КамАЗа выходят два здоровенных парня пинают гаишников и уезжают. Очнувшись через полчаса один гаишник другому. Ты хоть номера запомнил? Конечно запомнил. На обоих сапогах цифра 46 была. ХТТПС. Слежь слежь www.анекдотовмир.ру Мужик кричит прохожему, высунувшись из КамАЗа. Мудак, что? Что ты ходишь посреди дороги в ластах? Сам мудак, пока ты их не переехал. Это были калоши. Попросил как-то генерал водилу КамАЗа подкинуть его до города. Пока они были в пути, начался страшный ливень, и машина застряла в грязище по самое некуда. Вышел водитель и давай ее оттолкать. Толкал-толкал, видит, одному никак не справиться, позвал генерала на подмогу. Генерал, как был, при параде, полез в грязь вместе с водилой КамАЗ выталкивать. Час пахтели, кое-как получилось. Едут дальше, курят, генерал и говорит, никак танки везешь, машину еле вытолкали. Водитель, а вы думали? Полный кузов дембелей. На КамАЗе едет водила с напарником. На пересечении с авторостепенной. Посмотри, мне не видно, есть помеха справа? Нет, нету. Под колесами грохот, КамАЗ подпрыгивает. Ты что? Офигел? А я думал, Жигули тебе не помеха. хттпс. Слежь слежь. www.anegdota.ru Спит гаишник дома с женой, вдруг как закричит, КамАЗ, КамАЗ. Жена гладит его по голове и тихо шепотом, пустой, пустой. хттпс. Слежь слежь. 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 Про камаз слежь. Паги слежь. 2 слежь. Мент тормозит КамАЗ и говорит. Что, КамАЗ, танки грязи не боятся. А ты не грязь, ты мусор. хттпс. Слежь. 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 Анегдоты. Слежь. Ру слежь. Про камаз слежь. На светофоре стоит 600 Мерседес и тут со всей дури ему в багажник врезается КамАЗ. Из Мерседеса никто не вышел. Шофер КамАЗа возвращается на свою базу, весь убитый. Заходит в диспетчерскую, блядский запорожец. Другие шоферы его обступают, спрашивают, что случилось-то. Он только, ну, блядский запорожец. Чуть не плачет. Все, ну ты объясни. Загрузился сегодня под завязку. А на подъеме крутом, ну никак мотор не тянет. Туда, сюда, ну никак. Полчаса мудохался. Вдруг останавливается рядом запор, вылезает какой-то хрен и говорит, давай, мол, подтяну. Я говорю, ты соображаешь, запорожцем полный КамАЗ, чудило. Он, нет, запросто вытяну. Я ему ответил, что если он КамАЗ в гору с места сдвинет, я у него отсосу. И что, ну, блядский запорожец. хттпс двоеточие слеж слеж всешуточки.ру слеж анекдоты про проходит соревнования на грузовиках. Комментатор. А вот едет немец на Мерседесе. Скорость 250, скидывает до 150, входит в поворот. За ним японец на Тойоте. Скорость 250, скидывает до 200, входит в поворот. Следом русский на КамАЗе. Скорость 250, поднимает до 300 и с криком. Какого хрена вы тут расселись? Прокладывает новую трассу. Правила коресечения КамАЗом перекрестка. 1. Подъехать к перекрестку. 2. Проверить, не подъезжает ли к перекрестку другой КамАЗ. 3. Продолжить движение. Наконец террористическое движение КамАЗ объявило о прекращении выпуска машины для смертников АК. HTTPS://www.anegdota.vmir.ru Загадка. Представьте ситуацию. Светофор. Стоит КамАЗ, гужевая повозка и мотоциклист. Ждут разрешающего сигнала. Загорелся желтый. КамАЗ газанул. Лошадь испугалась и с перепугу откусила мотоциклист ухо. Вроде как ДТП. Вопрос, кто виноват? Мотоциклист. В шлеме ездить надо. Работал как-то заяц с гаишником, и кучу денег загребал. Идет по дороге корова. Ее заяц тормозит. Корова, ну-ка подними хвост. Ага, все ясно. Номера грязные, штраф. Идет по дороге лось. И вот тормозят, лось. Ты негабаритный, рога тебе пилить или штраф. Идет по дороге осел. Придраться, вроде, ни к чему. Слушай, осел, а ты какой вид транспорта, легковой или грузовой? Наверное, легковой. Тогда почему у тебя кардан стоит как у КамАЗа? ХТТПС. Слеж, слеж, www.анекдотовмир.ру Ехал по проселочной дороге КамАЗ, навстречу ему, крестьянская телега. И, в общем, не смогли они разъехаться, то есть столкнулись. КамАЗ, понятное дело, смылся, а на дороге осталась дргающаяся в предсмертных конвульсиях лошадка и отдыхающий водитель телеги. Мимо ехал местный милиционер. Увидев такое дело, решил помочь скотинке, подошел к лошадке и выпустил две пули в ухо. Лошадка затихла. После этого подошел к мужику, лежащему в кустах, и спросил, как вы себя чувствуете? Что вы, что вы, еще лучше, чем до аварии, лихо подскочив и по-молодецски отдав честь, произнес кучер. А в этом ролике послушайте анекдоты про КамАЗ, если вдруг вы их еще не слышали. Сайт МирАнекдотов, анекдотовмир.ру. Голосуют два мужика на трассе. Стоят долго, машин нет. Вдруг из темноты выбегает мужик с рулем от КамАЗа. МирАнекдотов имитирует виск тормозов и останавливается возле них. Что, мужики, проблема. Давайте подвезу. Ты что, дурак что ли, езжай дальше. Мы тут сами как-нибудь. Тот достает ствол и кричит, быстро в машину. Мужики испугались, побежали с ним рядом. Бегут. Километров пять пробежали. Тут опять виск тормозов, слышите, мужики, скоро пост ГАИ, а у меня прав нет. Вы сейчас выходите, а я по кукурузному полю в объезд, через километр вас подберу. Обрадовались мужики, что от дурака открестились. Подходит к посту и к ГАИшнику, слышь, нас тут под дулом пистолета пять километров. Мужик заставил бежать, с рулем от КамАЗа, да, где он? Мы давно его ищем, он без прав ездит, по кукурузному полю побежал. Ничего не понимая, отвечают мужики. ГАИшник хватает руль от мотоцикла и кричит, садитесь, сейчас мы его догоним. Один сзади, другой в люльку. Ты что, мужик, дурак? Тот хватает автомат и орет, быстро по местам. Один сзади, другой в люльку. Делать нечего, сели мужики по местам. Бегут втроем по кукурузному полю. ГАИшник орет на одного, ты что делаешь? Ты же в люльке. Почему на прямых ногах? Быстро присаживайся. Мужик бежит на полусогнутых ногах, початки ему по лицу ударяют, ничего не видит, ноги болят. Оборачивается к другу на заднем сиденье и говорит, нафига пересаживались. Ехали бы себе спокойно на КамАЗе. Музик. Музик. Субтитры сделал DimaTorzok